У нас огненная девочка-дракон! Обалдеть, какая красавица! Привет! Пора телепортироваться в некий Нексус. И неудивительно, если вы не поняли, что это такое. Потому что я сам это никогда не изучал. И по идее, это просто мега-интересное место. Всем привет, дорогие друзья! Я Лул Лошка. Это мой дракон. А всё это магические похождения. Поехали! И ещё кое-что. Во время предыдущей серии мы взорвали саму тьму. Использовав смертельную бомбу забывчивости. Простите, словами не передам. Это надо было просто видеть. Ну и когда всё бабахнуло, появился он. Сактот. Предвестник гибели. На моей памяти это один из самых тяжелейших боссов. И мы еле-еле его убили. Короче, смотрите, что с него выпало. Лезвие жнеца. 30 урона. Это просто шедевральный меч, потому что раньше у меня была катана на 15 урона. Тупо в два раза больше. Ну да ладно, давайте не будем смотреть в прошлое. Будем смотреть в настоящее. Нексус. Это связывающее измерение для царя каждого из стихийных народов. Повелители ждали вашего прибытия, чтобы дать вам несколько заданий. Нексус был создан первым повелителем, желавшим установить мир между народами после конца войны. А теперь я попрошу вас внимательно запомнить вот эту иконку. Зелёный блок. Переходим сюда и видим. Телос. Это точно тот же зелёный блок. Получается, чтобы разблокировать это, надо исследовать другие знания. Например, трансмутация. Это где такое? А, вот оно. И я могу его исследовать прямо сейчас. Проверяем. Нарисуйте букву П. Опа! Она у меня как раз не исследована. Замечательно. И как она делается? Вот так вот. Потом вот так вот. По сути, достаточно просто. Получилось! Всё, теперь она у меня исследована. И я в следующий раз могу просто нажимать и даже не рисовать. Наверное, это достаточно скучный процесс. Поэтому давайте просто тррррррррр. Ура! Получилось! Интересно. Похоже, всё вокруг наполнено каким-то неизвестным типом энергии. Однако, эта энергия ни в чём не выражается. Я её ни разу не встречал. Думаю, стоит изучить поглубже. О, да, мы почти открыли Телус. Ну-ка, а вот это мы можем? Что? Нужна какая-то фабрика? А, вот это? Ну, давайте сделаем. Я уже много раз говорил, то, что лучшая благодарность за паузы, где я вырезаю скучные моменты, это ваши лайки. Всё сделано. И здесь говорится про печку. Ту самую печку. Вот она, мистическая. Мы её сделали как-то на субботнем стриме. Да-да-да, в 15 часов каждую субботу мы играем в этой сборке. Так что приходите. Так вот, походу на этой печке мы теперь можем сделать какую-то магическую ткань. Правда, мы не собирались, поэтому давайте мы перейдём обратно вот сюда. И исследуем сразу, ну, наверное, одежду. Та-дам! Завершено! Но, помимо того, что мы это сделали, у нас ещё и открылось третье исследование здесь. Получается, они как-то взаимосвязаны? А, ну да! Потому что стихий-то здесь много, и мод изначально не может знать, какую мы выберем. А мы выбрали тьму. Ой, слушайте, прежде чем мы продолжим, давайте проверим. У меня огненный дракон вырос или нет? Вылупился или да? Чёрт подери, серьёзно? Он всё ещё здесь, в этом яйце. Обалдеть! Может быть, реально чанки не прогружаются? Хорошо, хорошо, тогда я буду исследовать прямо здесь, ты понял меня? Прямо сейчас мне нужно вот что. Какой-то ультимейт стейвс. А это как раз нужно для того, чтобы открыть Телос. Правда, перед этим надо пройти ещё два уровня посохов. Ой, жесть. Ну ладно, начинаем. Подождите! Так тут, оказывается, можно сделать быстрое завершение! Не надо вырисовывать каждую букву! Знаете, как это делается? С помощью расписной плитки. А она делается с помощью мана-порошка. И всё! Суть-то в том, что мана-порошок это кристаллы и редстоун. То есть у меня это давным-давно присутствует. Давайте возьмём это, возьмём то и просто соединим. Неужели получится? Оба-на! Да ладно! Четыре порошка! Таким образом, у нас получается 32 расписные плитки. На этот раз я могу ничего не исследовать, а сразу ба-бам! И всё! И всё! Обалдеть, как это быстро! Но всё равно, ради приличия, наверное, надо узнать, что это за посохи. Как я и думал, все эти стихийные кристаллы могут работать как своего рода канал для моей ауры. Благодаря им я могу воздействовать на мир. К слову, эффект воздействия можно усилить, используя различные материалы. К сожалению, на данный момент всё, что я нашёл, только железо. Эээ, бла-бла-бла-бла-бла-бла, ничё не понял. Ну-ка, давайте прочитаем это. Я был прав, оказывается, есть и другие материалы, что могут усиливать эффект кристалла. Так, а здесь у нас что написано? Моя мистическая печь оказалась весьма полезной. Так как я обнаружил, что мано слитки гораздо лучше гвадла-бла-бт-бл. В жопу, короче, эти исследования. На самом деле, я не буду пользоваться посохами. Мне надо просто взять и исследовать вот это. Обалдеть, как же это быстро. И почему-то здесь заблокировано. Ааа, подождите! Я могу исследовать Телос! Я-я-я могу! Но у меня не хватает расписных плиток, у меня всего лишь две осталось. Наконец-то, Нексус! А ну-ка быстро телепортируемся в пустыню и добываем как можно больше песка. Потом создаём песчаник и всё это надо будет соединить с камнем. Таким образом получатся плитки. Осталось лишь добыть манопорошок. Но, как оказывается, никакие кристаллы мне не нужны, потому что... Па-па-па-пам, па-пам! На магической печке из двух редстоуна делается один манопорошок. Хотя ладно, кристаллы мне всё-таки понадобятся, но в меньшем количестве. То есть мы должны сделать вот такие тёмные, после этого запихнуть их вот сюда. И появляется тысяча тёмной маны. Таким образом здесь всё активируется, да? Оу-е! Огромное спасибо за ожидание, плитки получены. И теперь мы наконец-то исследуем Нексус! Чё за... What the fuck? What the fuck? Просто взяла и бабахнула молния? Чего, блин? Или это из-за дождя? Нихрена себе, прям в дом! А, ну хотя нет, стекло же не пробило. Жеееееесть! Короче, никогда не исследуйте Нексус у себя дома. Иначе вот такая хрень произойдёт. Благо то, что не так уж и много. Но мне заделать нечем! Вон, у меня от силы всего лишь две шерсти можно скрафтить и как-нибудь вот так заделать, окей? Эээ, ну этот блок прям бесит меня. Ну ладно, ладно, я запомню тебя. Давайте почитаем, что же мне написало. Я не знаю почему, но одной ночью я слышал, как кто-то постоянно повторял слово «золовьест». Снова и снова, пока я не проснулся. Начал разбираться. Огорчённый тем, что не нашёл ничего, я просто прокричал это слово к небесам. Ааа, так вот оно что! К моему огромнейшему удивлению, небо сразу затянулось сильными тучами. Вспышка, острая боль. Ударила молния, и я был её целью. Вот оно что! Теперь понятно. Пока я зализывал раны, я почувствовал, что мой разум будто освобождён от каких-то границ, которые были раньше. Окей! А в итоге блок-то мне дадите? Ааа, ты посмотри! Он открыл мне, оказывается, абсолютно все знания! Ё-моё, я теперь могу любую стихию изучить! Крутой, крутой! А это что такое? Так, транслокейшн, давайте изучим. И... Похоже, вся магия мира подобна волне. Я имею в виду, что при правильном подходе я смогу мгновенно перемещать объекты в пространстве. Телепортировать! За идею, спасибо кое-каким важным персонам. Я часто видел, как они делают это. Персоном? Что? Каким ещё персонам? Ааа, так вот оно что! Матрица Нексуса! Мне надо это скрафтить! И тут понадобится мокрый кристалл, тяжёлый кристалл, бла-бла-бла кристалл. О, боже мой! Серьёзно! Мне надо изучить, походу, всё из этого. Допустим, воздух. Давайте попробуем. И чё, у меня, получается, сейчас открылся воздушный летающий кристалл? Да нет, надо исследовать какой-то второй уровень воздуха. Боже мой! Начинаются разбирательства! Просто смотрите, вы должны выполнять квесты властелинов, что обитают в Нексусе. Вы можете попасть туда, используя матрицу Нексуса. Да-да-да, значит я всё правильно делаю. А вот огненный дракон всё делает максимально неправильно. Почему-то до сих пор не вылупился. Я не знаю, давайте загрузчик чанков перенесём. Вот он стоит. А ну-ка иди сюда! Ща мы тебя реально перенесём. Работай, пожалуйста! Радиус 9 чанков. Ооо, этого достаточно. Ну и что же, получается, если я сейчас отойду, то дракон вылупится. Всё верно? Я очень сильно на это надеюсь. Давайте пока что сменим тему на более лёгкую, потому что у меня уже мозги пылают от всей этой матрицы, Нексуса и так далее. Я просто хочу достать еды. Да, у моего персонажа нету покушать. А всё, что лежит здесь, из нормального только три стейка. Ну чё это за еда? Плохо всё, очень плохо. И, короче говоря, прямо сейчас мы сделаем отдельную ферму ананасов. Да-да, тех самых. Привет, коровы, чё, как дела? Ой, в смысле, какие коровы? Чё-то у меня уже бред перед глазами, будто бы я только что видел коров. Только что! Я построил себе вот такую отдельную ферму. Заборчик очень неплохо выглядит. И давайте начнём вскапывать. Воду, как вы видите, я уже тоже разлил, поэтому никаких проблем. И у меня есть девять семян. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Всё. Но меня до сих пор не устраивает то, что в моём инвентаре нету ананасов. Поэтому берём кости и сейчас будем выращивать. О, у меня как раз костная мука есть. Замечательно. Надо бы ещё, на самом деле, блоклинга проверить. Как у него там дела? Да, вот он стоит. Чё-то до сих пор добывает. Молодец. И ура, ананасы! Только чёрт возьми, на один надо потратить примерно семь костной муки. А это много. Итого у нас получается полностью усаженная ферма ананасами. И даже тридцать три ананаса. Так, подожди, блоклинг, у тебя нормально всё? Ты где? Ой, ты постоянно таскаешь за собой курятина. Молодец. Тридцать седьмой уровень фарминга. Процесс пошёл намного быстрее, как только появилась костная мука. Ты молодец. И ещё, теперь у тебя два старпоинта. Как вы помните, мы должны набрать четыре, чтобы качнуть ауру природы. И в итоге блоклинг будет просто ходить, и вся пшеница вокруг него расти, расти, расти. Думаю, вы понимаете, то, что начиная с этой секунды, у меня начинаются проблемы. Нету костной муки. Я потратил только что абсолютно все кости. Именно поэтому я хочу найти костные блоки. Насколько мне известно, они просто спавнятся по миру. И, возможно, я уже даже встречал очень много. Просто всегда не обращал внимания. Ну, например, например, вот это. Но нет, это не похоже на костные блоки. Хотя, на всякий случай, можно, конечно, затестить. Кхм, понятно, это просто могила, ничего интересного. Давайте тогда так. Я найду и вернусь. Раз, два, три. Пип! Ой, плохие новости. За всё то время, сколько мы играли, мы ни разу не находили эти костные блоки. Поэтому придётся либо убивать скелетов, либо убивать скелетов. Зато смотрите, что я надыбал. Оранжевая стрелочка, которая сделана из лавы. Реально, очень круто смотрится на карте. Что ж, не очень круто в любом случае. Но, я могу прямо сейчас, по идее, под свой дом спуститься. Там есть спавнер скелетов. И просто поубивать их. Наверное, так и сделаю. Берём наш мегамеч на добычу и смотрим. Так, подожди, что? Я потерял спа... Ааааа. Ребята, а откуда здесь появилась дыра? Ё-моё! Неужели сюда пришёл крипер и просто к хренам всё взорвал? Чёрт подери! Тупые криперы! А хотя, знаете, я так подумал, зачем мне вообще все эти спавнеры, если у меня есть данж с магическими скелетами? Да, там дропаются другие кости, но эффект-то тот же. Мы можем из них сделать костную муку. Вот они! Привет-привет, давайте проверим. Нам дропнулось, по-моему, три штуки. Дааа. Чёрт подери, зашибись! Убиваем, получаем! Правда, тут волки мешают постоянно. Пшёл в жопу! Ещё раз спасибо за ожидание. Добыл ровно стак, и у нас получается три стака костной муки. Обалдеть! Я вот это, вот это сейчас всё засажу. Давай, Блоклинг, за работу! Мне, правда, хочется, чтобы эта аура природы качнулась у него как можно быстрее. Так, вот тебе вот-вот-вот, а теперь пойдём проверим дракона. Умоляю! Скажите то, что он хотя бы сейчас вырос! Сколько можно ждать-то, а? Вторая серия идёт! Серьёзно? Так, короче, я понял, что-то идёт не по плану. Прямо сейчас пойду почитаю вики и вернусь. Раз, два, три. Пи-и-и-и. Короче, минут десять искал информацию. Ха-ха. Решил заглянуть в Майнкрафт и просто посмотрите, яйцо начало трястись! Как оказывается, всё сделано правильно. Надо было тупо побольше подождать. Ну что ж, раз уж оно реально начало трястись, то это означает то, что надо опять подождать. Окей. Но я, Ясен Пень, делать этого не буду. Пойдём лучше займёмся делами. Если мы и правда хотим открыть все элементы, и воздух, и воду, и так далее, и тому подобное, то надо побольше расписных плиток. Следовательно, нужно опять же много камня и песчаника. Раз, два, три. Пип. Вы же не думали то, что вас кто-то будет томить? О, да, больше полутора стаков. Этого сто процентов достаточно. И давайте, что мы делаем? Просто исследуем. Раз, два, три, четыре. Еее, все элементы. И после этого сразу инструменты не забываем. Молодцы, молодцы, завершили. А теперь давайте проверим, можем ли мы сделать, например, летающий кристалл. А, чёрт подери. Всё ещё нужен какой-то второй уровень. А, я узнал. Оказывается, у каждого элемента надо изучить именно четвёртое исследование. Ой, что? Дракон? Нифига себе. Мне чё-то даже интересно стало. Давайте посмотрим. Похоже, теперь я могу выбрать, каким будет моё следующее заклинание. Я чувствую пламя внутри себя. Чем я стал? Слушай, я не знаю, чем ты там стал, но сто процентов теперь я могу сделать себе, например, огненный кристалл, да? Да, всё верно. Мы молодцы. Таким образом, мы должны исследовать абсолютно всё, лишь бы плиток хватило и, блин, они кончились. Но, кстати, мне ещё интересно, что вот это такое, комплексный кристалл, создаётся из базовых. И, о, чёрт, они у меня как раз кончились. Придётся спуститься в шахту. Надеюсь, то, что найдём всё быстро. Оба-на! Первые кристаллы найдены. Спасибо огромное. Нихрена себе! С одной залежи 20 штуковин? Слушайте, а ведь круто. Удача на дрели работает на ура. Вот ещё одна. И с одного блока падает 6 кристаллов. Круто. Мне ещё, знаете, что нравится? То, что они спавнятся очень часто. И вот я уже целых 64 штуки добыл. Кайф! Так, подожди, а это что такое? Древний морской фонарь? Это... Вау! Я первый раз вижу такой биом. Здесь даже вода спавнится. Только она спавнится очень странным образом. А в чём заключается суть данного биома? Что это за шахта такая? Если мы ломаем фонарь, то с него дропается самый обычный осколок морского фонаря. То есть мне это тупо не интересно. О нет, я только сейчас заметил то, что у меня дрель почти разрядилась. А, она разрядилась. Всё понятно. Итого я добыл целых полтора стака. Сначала из кристаллов мы делаем тусклые, потом тратим их на то, чтобы получить тёмную ману. О, получилось. Так, что? А, да ладно, ты посмотри. Мы теперь сюда можем чё угодно запихать. Ну, я имею в виду, либо плотный кристалл, либо обжигающий, бла-бла-бла. Кстати, я вижу то, что плотный самый простой. Потому что нужно всего лишь уголь добавить. И никакие, например, вёдра не таскать. А, ну, кстати, кварц это тоже вроде просто. Окей, поехали. Поехали, поехали. Чё за хрень? Почему не получается? Какого чёрта? Исследование вроде изучено. В один, во второй слот положили кристаллы. Нажимаем. И ничего. Так, подожди, а что здесь? А, подожди. Так, походу, это обязательно. Потому что это слово переводится как обязательно, да? Сейчас я переведу, подождите. Да, вот, перед вами гугл-переводчик. Он говорит то, что это необходимо, обязательно и так далее, и так далее. Обалдеть. То есть мне надо поставить как можно больше сифонов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чё? Я прям вообще всё облепить должен. Но я же тогда до мистической печки не дотянусь. Как это работает? Ох, короче, просидел я здесь 10 минут и наконец-то всё понял. Много чё изучил. Смотрите, во-первых, интерфейсы не обязательно близко подключать к печи. Во-вторых, не обязательно было создавать эти интерфейсы, которые я сделал. Нужно было просто изучить кристаллизацию. Кажется, те кристаллы важнее, чем я думал. Теперь я могу использовать мистическую печь, чтобы делать кристаллы. Логично. Это может быть дороже, но зато не придётся ходить в шахту. Так, подожди. То есть мы можем даже эти создавать? Обалдеть. Редстоун и алмаз. 8 штуковин получается. Круто. Но, не-не-не, это не самое важное. Смотрите, мы наконец-то просто выбираем энергию. Как вы понимаете, у меня здесь вообще любая энергия. Потому что я прям запарился. И свет, и вода, и огонь. Я даже тьму поставил в два раза больше. Видите, у меня теперь Даркмана 2000. В общем, выбираем любую, нажимаем. И всё, процесс пошёл. Как оказывается, реально нужно было просто изучить кристаллизацию в этой книге знаний. Вот это я тупица. Ура! Комплексный кристалл, наконец-то. Пойдём проверим, чё там по дракону. Дружище, надеюсь, то, что ты вырос. Чего? Дружище, ты серьёзно? Сколько я уже жду? А, подожди. Вы слышали? По-моему, только что были звуки какого-то треска. Нет, я вам серьёзно говорю. Давайте я заткнусь, и вы послушайте. Обалдеть! Автор мода даже так запарился. Молодец, молодец. Знаете, я, наверное, реально сейчас посижу. И дождусь, пока он вылупится. Раз, два, три. Пип! Ай, короче, я вернулся. Я отходил минут на пять, и... Так, яйцо пропало. Где ты? Дракончик, я надеюсь, то, что ты никуда не исчез. Пожалуйста, скажи, то, что ты где-то в огне. Дружище! У нас огненная девочка-дракон! Обалдеть, какая красавица! Привет! Откуда я это знаю? Да потому что я вам серьёзно говорю, то, что когда я читаю всякие разные вики и смотрю гайды, я правда это делаю. Так вот, смотрите, вот такая раскраска свойственна именно девочкам. И для того, чтобы проверить, сначала нужно приручить. Так-так-так, кстати, насчёт еды. Давайте проверим. Ты кушать вроде бы пока что особо не хочешь. Надеюсь, то, что у меня много трески накопилось. Пожалуйста! Опа! Сырой лосось. Это пока что неинтересно. Вот, сырая треска совсем другое дело. Итого у нас получается восемнадцать! Ё-моё! Так это ж получается, я сейчас даже кексика смогу взять и покормить. Пишите, пожалуйста, в комментариях, ребят, как мне назвать эту девочку дракона. Я имею ввиду Огненного Дракона. На, кушай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всё, по идее мы приручили, убираем рыбу и проверяем. Да, это девочка. Я был прав. Наверное, лучше нажмём, чтобы она сидела. Так, куда ты опять пропала? Всё, сиди, но не в факеле. И самое главное, чтобы ты не застряла в блоке. Это будет очень тупая смерть, я две серии тебя ждал. Блин, загрузчик чанков. Муа тебя! Спасибо то, что ты существуешь. Помог. Что ж, остаётся только дождаться, пока эта девочка-дракон вырастет. А на этом я буду постепенно заканчивать видео. Я надеюсь, что вы поставили лайк, ребят. Очень крутая серия, мне прям нравится. Скоро будет Нексус. По поводу превращения в оборотня тоже не забыл, ребят. Честно помню. Но, пожалуйста, поставьте лайк. Буду дико благодарен. И давайте наберём 36 тысяч лайков. Вот, 36. Почему-то именно столько. Всё, 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 не задерживаю. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами Блоу Ложка и Девочка Огненный Дракон. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока-па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам.